Если вы собираетесь заняться техническим обслуживанием своего автомобиля самостоятельно, то должны знать, что практически все резьбовые соединения имеют точный момент затяжки. Для того, чтобы добиться необходимого момента затяжки, но не дать избыточного давления на резьбу, используется динамометрический ключ. Сегодня я прикупил один из таких. В этом видео будет краткий обзор, также я покажу, на что стоит обратить внимание при выборе. И еще покажу, как настроить и как пользоваться динамометрическим ключом щелчкового типа. А для тех, кто меня не знает, меня зовут Сергей Перетягин, поэтому, если видео будет интересно, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Не будем терять время! Во-первых, кто-то может сказать, зачем мне вообще нужен динамометрический ключ. Я столько перетянул этих гаек и болтов, что я чувствую, какое усилие прикладываю, и точно не проверну никакое резьбовое соединение. Моя рука все чувствует, и я точно не сломаю ничего. А потом оказывается, что даже требуется иногда замена шпилек на ступице, потому что они просто сорваны. Конечно, я тоже всегда использовал, в принципе, обычные ключи при ремонте и обслуживании своих машин. Кажется, что не совсем целесообразно покупать, ну, не дешевый динамометрический ключ, для того, чтобы два раза в год затянуть гайки на колесах, когда меняете резину с летней на зимнюю и наоборот. Конечно, это не относится к таким, как я, кто любит техническое обслуживание проводить самостоятельно для своего автомобиля. Я собираюсь заменить свечи, собираюсь заменить бензиновый фильтр, я собираюсь заменить масло в редукторах, как станет потеплее, и даже масло в вариаторе. Я думаю, будет очень хорошее и интересное видео, потому что на русском ютубе я еще не нашел, кто меняет самостоятельно масло в вариаторе полностью, снимая поддон, и также там еще установлен фильтр, такой грубой очистки, его я тоже буду менять. Где можно применить динамометрический ключ? Да абсолютно везде, на любом соединении, если вы откроете сервисную книгу, или просто в интернете вобьете строку, то любое соединение, резьбовое, которое вы найдете в автомобиле, имеет точный уровень затяжки. Меня, в принципе, интересует любая информация о марке Subaru, поэтому вот недавно на американском заводе было выявлено, что один из сборщиков не дотянул одно резьбовое соединение до нужного момента. И производитель отозвал эти машины для того, чтобы подзатянуть свою гаечку как следует с нужным моментом затяжки. Вот насколько это важно. И многие могут подумать, что динамометрический ключ нужен, в принципе, в автосервисе для тех, кто собирается заниматься этим профессионально. Но это очень полезно и даже необходимо в гаражных условиях, потому что такие ответственные соединения, как замена свечей зажигания, как маслосъемные пробки, что на редукторах, что на коробке передач, что на картере двигателя, тоже нуждаются в точном усилии затяжки. Представьте такую ситуацию. Была смена моторного масла, и маслосъемная пробка была не затянута с нужным усилием. Ну, может быть, там будет что-то подкапывать, чуть-чуть масло уйдет, но это будет заметно. Но это еще полбеды. Другая сторона медали – это как раз избыточное давление, которое можно дать на резьбу. И если оно будет существенным, то сама резьба может даже деформироваться. И если вы выкрутили свечку, то вы обратно новую уже и не вкрутите туда. Резьба поломана. И для этого придется перебирать полностью двигатель, снимать его, разбирать, чтобы сделать туда вертыш, и тем самым восстановить резьбу. Вот такая вот печальная ситуация может произойти, если относиться к этому халатно. Динамометрические ключи существуют трех видов. Самый простой и самый бюджетный – это шкальный, иногда его называют еще стрелочный. Принцип прост. При передаче определенного усилия на рукоятку стрелочка посередине отклоняется и показывает на шкале, какое именно значение вам необходимо. В принципе, достаточно надежный, но существенный минус в том, что небольшие моменты затяжки, такие как вот 10 ньютон-метров, их очень сложно поймать. То есть вы никогда не поймаете там 11 или 12 ньютон-метров или 17-19, которые нужны для того, чтобы закрутить свечку зажигания. Ну, то есть вот, если приноровиться, то возможно. Но очень непросто это сделать, я бы сказал. Вот точно здесь немножко хромает. Также есть еще электронные или цифровые динамометрические ключи. Они очень точные, но крайне дорогие. То есть если вам нужно закрутить, буквально будет пару свечек, и это будет на 50-60-70 тысяч километров, а потом вы думаете машину продать, то, наверное, покупать его и смысла никакого нет. Ну, в аренду, может быть, попробовать на Авито где-то поискать. Но насколько это целесообразно, решать только вам. Также еще есть самый оптимальный вариант, очень распространенный, щелчкового типа. Динамометрические ключи, достаточно качественные, очень точные. Единственное, что минус какой у них, они имеют точную градацию. От 5 до 25 ньютон-метров или от 20 до 110. То есть вот в этом диапазоне, если у вас разные моменты затяжек необходимо будет делать, то, возможно, понадобится два таких ключа. Или даже больше. Мой выбор пал на марку King Tony, что переводится как Король Тони. Он не дешевый, где-то 2,5 тысячи. Это уже второй ключ, потому что первый, который я купил, ну, он был по акции 1200 стоил, его там еще там скидочку какую-то сделали. Я не буду называть, какая марка производителя. Я думаю, что они все покупали их в Китае и потом просто налепили свои логотипы. Продается в таком черном кейс-боксе. Поэтому, ну, не советую. Качество качеством, это еще полбеды. Может быть, это мне так повезло, но что мне очень не понравилось, что выставляя отметку 0 на вот эту риску, мы точно добиваемся уровня затяжки 20 ньютон-метров. Так вот там, для того, чтобы мне выставить именно по риске, мне необходимо было провернуть не на 1, а на 2 ньютона-метра. То есть на 2 ньютона-метра тот ключ был сбит. И я попробовал следующий поймать уровень затяжки, там 30, 40. То есть мне, получается, нужно было поставить 32, чтобы уровень затяжки был 30. 42, чтобы уровень затяжки был 40. Поэтому, ну, не знаю. Можно было, конечно, с этим смириться. Скидку-то все-таки получил. И просто для себя знать, что если тебе нужно там 12 ньютон-метров в момент затяжки, выставляй 14. Ну, а где гарантия, что я точно получу уровень затяжки вот эти 14 ньютон-метров? А если я не уверен в этом, то тогда весь смысл в динамометрическом ключе пропадает. Но вы имейте в виду, при покупке динамометрического ключа обязательно проверяйте его на точность. Кстати, мой ключ имеет головку на 3,8. А не бывает также и 1,2. Поэтому я купил еще вот такие вот переходнички. То есть устанавливаем. И у меня также получается есть возможность работать как с маленькими головками, так и с головками побольше, вот на 1,2. Пожалуйста. Очень удобно. Итак, мы определились, что ключ хороший, он нам нужен, так как им пользоваться. На самом ключе есть шкала и еще на рукоятке есть шкала. Смотрите. Torx. Ньютонометры. То есть необходимый момент затяжки, который у нас в ньютонометрах. Мы будем использовать именно эту шкалу. Мой ключ может затянуть от 20 до 110 ньютонометров. На ключе мы видим рисочку 20 ньютонометров. То есть вот до вот этой части нам нужно докрутить саму рукоятку. Там, где будет отметка 0. Ослабляем стопорное кольцо и начинаем прокручивать. Все, 0 есть. Я думаю, хорошо видно, что нолик у нас прям ровно по вот этой рисочке. То есть мы получили момент затяжки в 20 ньютонометров. Нам нужно только затянуть стопорную гайку. И мы можем начинать прикладывать необходимые усилия к нашим резьбовым соединениям. Следующий момент. Вот, скажем, у нас есть 20 ньютонометров, а есть 30 ньютонометров. А где же 25? Ослабляем стопорное кольцо. И уже на самой рукоятке нам нужно прокрутить 5 делений. 21 ньютонометр, 22 ньютонометра, 23, 24, 25. Затягиваем стопорное кольцо. Все, у нас момент затяжки выставлен на 25 ньютонометров. Если нужно будет 27, также прокручиваем 26, 27. Затягиваем стопорное кольцо. Как только мы дадим необходимый уровень затяжки, у нас раздастся щелчок. Это будет свидетельствовать о том, что мы достигли необходимого уровня затяжки резьбового соединения. И все у нас правильно. А теперь давайте применим наши знания на практике. Сейчас я сорву саму гайку обычным ключом. Кстати, динамометрический ключ, он с завода настроен и откалиброван на точность где-то 5000 срабатываний. Потом его нужно будет заново перекалибровать либо заменить на новый. Но, чтобы он прослужил как можно дольше, категорически не рекомендуется откручивать им же резьбовые соединения. Я поставлю уровень затяжки колесных гаек 90 ньютон-метров. Откручиваем стопорное кольцо и крутим нашу рукоятку до отметки 90 ньютон-метров. Все, ноль у нас на риске 90. Закручиваем стопорное кольцо. Прикладываем усилие. Был слышен щелчок. Еще разок перепроверка. КОНЕЦ 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 Как видите, в настройке для работы динамометрического ключа щелчкового типа нет ничего сложного. А работать им даже очень приятно и удобно. Что не рекомендуется делать и что нельзя делать динамометрическим ключом? Во-первых, старайтесь не откручивать никакие резьбовые соединения с помощью него. Даже несмотря на то, что у него удлиненная рукоятка и усилие он может дать, конечно, хорошее, это продлит ему срок службы. То есть не откручивайте, используйте обычные ключи. Используйте динамометрический ключ только для того, чтобы уловить правильный момент затяжки. Его крайне нежелательно бросать и ронять, потому что это может сбить его настройку и калибровку. Именно поэтому он продается и хранится в защитном кейсе. Еще один очень важный момент по условиям хранения. Сейчас мы применяли практически предмаксимальный момент затяжки 90 ньютон-метров. Никогда не оставляйте его в таком состоянии, потому что внутри находится пружина, и на нее получается избыточное оказывается усилие. После того, как необходимый момент затяжки вы сделали, верните на исходное. Если у вас ключ от 5 до 25 ньютон-метров, значит верните рукоятку в самое начало, на пятерочку. Если так, как у меня, от 20 до 110, верните на двадцатку. Это снимет напряжение с пружины, не даст ей в будущем обломиться. В следующем видео я буду менять свечи зажигания на своем автомобиле. И там буду как раз использовать динамометрический ключ для корректного момента затяжки. Но также я и расскажу, как можно без динамометрического ключа корректно затянуть свечи зажигания. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч в эфире. С вами был Сергей Перетягин. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok